МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Дмитриевич Пискарёв, эксперт отдела безопасности Тверского отделения Банка России. Правильно, да, Александр? Добрый день. И Александр Алексеевич Зубков, начальник отдела управления уголовного розыска МВД России по Тверской области. Александр, приветствую. Сегодня мы говорим о том, какими методами и способами пытаются нас обмануть преступники. Потому что мошенничество по-прежнему актуально, и оно меняет свои формы, и люди по-прежнему верят и отдают все накопленное. Все, что называется, накопленное за свою жизнь. Причем иногда последнее. По данным сотрудников полиции, в этом году на Тверской земле, наверное, как, впрочем, и во всей России, да, Александр, зафиксирован взрывной рост преступлений, связанных с хищением наших персональных данных. Давайте несколько слов вот об этом виде преступлений. И зачем преступникам нужны персональные данные? Откуда они уберут? В первую очередь, если имеется в виду хищение персональных данных, да, сведений, имеется в виду госуслуг. Госуслуг? Да, аккаунты госуслуг, это самое популярное, собственно, для этого все и делается. Нужно понимать, что злоумышленникам не очень интересно, куда ходит ваш ребенок в сад, сколько вы платите налог за свою машину. В первую очередь, злоумышленникам интересует информация конкретно о вас, чтобы потом, впоследствии, когда вам позвонит якобы сотрудник банка или якобы сотрудник каких-то правоохранительных структур, он будет располагать максимальными сведениями о вас, соответственно, когда он будет с вами общаться, будет, скажем так, вы, как потенциальный потерпевший, будете в большей степени ему доверять, потому что он будет располагать такими сведениями, которые из открытых источников будут проблематичны. То есть задачи, да, то есть я доверяю, вот такой вот не может манимый сотрудник, откуда он знает, он может подделать голос, да, вот как вот ваш родственник в опасности, каждый на нервах думает, что это либо внучка, либо дочка, либо еще кто-то. А здесь... Тут более примитивно, если говорить, что родственник попал в ДТП, да, тот такой метод преступления, он уже очень давно, скажу, и все равно имеет место быть, да, а если касаемо этого, то этого вида преступления, то в первую очередь интересуют персональные данные, чтобы впоследствии похитить ваши деньги. А что-то с микрофинансовыми организациями, то же самое, чтобы брать кредиты займом? Да, это возможно. Имея доступ к госуслугам, это действительно возможно, брать займы в микрофинансовых организациях, но это не так часто распространено, и, к счастью, действительно серьезные кредиты, действительно большие деньги, злоумышленники не в состоянии взять, обладая доступом к вашему аккаунту на госуслугах. Если преступник взламывает, заходит к нам в госуслуги, или здесь все равно участие потенциального потерпевшего необходимо? Как обезопасить себя? Безусловно, без участия потерпевшего такое преступление не состоится, ну, как правило, скажем так. То есть, как правило, злоумышленники звонят, представляются сотрудниками операторов связи, говорят, что у вас заканчивается срок договора на сотовую связь. Чтобы его продлить, нужно продиктовать код, который вам поступит из СМС. В общем-то, как бы все уже об этом знают, но, к сожалению, продолжают верить во все это. Соответственно, таким образом, он получает, потерпевший, продиктовав этот код, злоумышленнику, последний получает доступ к вашему аккаунту. То есть, то же самое предостережение, да? Если кто-то неизвестный, кем бы он ни представлялся, звонит, не надо ничего сообщать от своих персональных данных. Безусловно, да. Потому что это все чревато. Ну, во-первых, чревато. Во-вторых, нужно понимать, какую информацию вы говорите третьим лицам. Соответственно, если вам приходят СМС-сообщения с порталом госуслуг, наверное, это никак не должно интересовать сотрудника условно Билайна или Мегафона. Ну, вообще-то да. Кстати, да-да-да, конечно. Я хотел бы сказать, что нужно внимательно начинать СМС-ки, потому что в СМС написано о том, что это СМС-сообщение с госуслугом, и никому этот код передавать не надо. А потенциальные жертвы, вот с ними, когда общаешься, они говорят, я видел 4-5 цифр, и я их передал, потому что мне сказали, это цифры, подтверждающие о том, что вы хотите продлить договор. И самое удивительное, он не читает вот это сообщение, говоришь, ты прочитал, нет. То есть внимательно читать. Конечно, проверять, там написано. Никому данный код не передавать тебе. А потенциальная жертва видит только цифры, и под эмоциями о том, чтобы ему не продлевать договор связи, не надо идти к оператору сотовой связи, он сейчас продиктует этот номер, и передает, в принципе, в управление свой личный кабинет. А почему именно взрывной рост сейчас, с чем это связано? Вот именно вот с этими персональными данными? Объясню почему. Потому что те зломышленники, которые совершают мошенничественные действия, под видом звонка сотрудника банка, прокуратуры и так далее, то, к чему мы уже с вами привыкли, то есть если нам звонит сотрудник банка, ну большинство, в принципе, понимает, что его, наверное, сейчас обманут. А когда вам звонит сотрудник ФСБ и говорит, ну якобы ФСБ, надо понимать, конечно же, и говорит те сведения, которые получил по имени в доступ к аккаунту госуслугах, и говорит о том, что ваша банковская карта и так далее, то есть компрометированные сейчас с нее уже будут отчисления в деятельности СБУ, или еще что-нибудь такое, ВСУ и так далее, и тому подобное, это заставляет большую часть населения верить в слова злоумышленников, скажем так. Поэтому это как способ накопления информации, введения базы, с помощью которой впоследствии можно обмануть граждан. И еще давайте раз повторим, уже сколько раз повторяли, да, что сотрудники полиции, вот вы, Александр, представитель, не будут никогда звонить, да, вот как вот первое время обманули, наверное, сейчас еще попадаются, да, что типа, помогите, нам нужна ваша помощь, иначе мы там преступника якобы не поймаем. Да, во-первых, нужно в первую очередь, чтобы попробовать себя безопасить, нужно, даже если вам очень хочется поговорить с этими потенциальными, скажем так, преступниками, да, выслушать, если уж так хочется выслушать, и тяжело прервать разговор, но ни в коем случае не опрометчиво не осуществлять те действия, которые вас просят, просят вас сделать, да, побежать снять деньги и так далее и тому подобное. Просто подумать, я думаю, получаса-часа достаточно для любого гражданина, чтобы понять, что его пытаются обмануть. Получаса-часа. И банковские сотрудники не будут звонить, да, что мы говорим? Ну, они могут позвонить, предложить какие-то услуги, но о том, что ваш счет в опасности, как правило, происходит автоматически, если система обнаружила какую-то незаконную активность, карта блокируется автоматически, и после этого уже звонок раздается, может раздаться из безопасности, о том, что придите, мы с вами порешаем вопрос. Не благодарим и идем. Идем непосредственно в банк, к себе, да, где находится. Потому что ситуация разная может быть, и поэтому принимаем к сведе, но ни в коем случае не выполняем те действия, которые обезопасить себя. Установить какое-нибудь программное средство, переустановить, онлайн-банк свой переустановить, какой-то сделать, потому что под видом помощи вам будет предложено установить программное обеспечение, которое нанесет вред и переведет ваши денежные средства. Это нужно быть очень внимательными. А вообще-то, вообще-то, вот Саша сказал, что получаса достаточно. Стоит ли вообще разговаривать? Некоторые пытаются ерничать, вот, сторона. Они говорят, это наверняка звонит мошенник, ну, я с ним поиграю в кошки-мышки. Ведь это тоже может привести к детей. Я объясню, почему этого лучше не делать. Потому что преступники понимают, кому они звонят, соответственно, у них есть ваш номер телефона. Они на этот номер телефона зарегистрируют с именем, похожим, скажем так, почту электронную. И с этой почты заминируют, ну, условно, понятное дело, сделать сообщение о заминировании каких-нибудь судов и так далее и тому подобное. Понятно, что вы объясните эту ситуацию, потом, впоследствии, когда будете беседовать с сотрудниками правоохранительных органов. Ну, зачем вам нужны эти проблемы? Это раз. Во-вторых, могут забрасывать смс-сообщениями. То есть, это такие злоумышленники будут принимать такие же меры, чтобы, если раз вы над ними решили пошутить, поиздеваться, таким же образом они пошутят над вами. Поэтому просто прекратить разговор – это самое идеальное решение этой проблемы. Да, вообще-то мы дошли до такой точки, что называется, что уже не до шуток. Вот недавно буквально наш лексикон пополнился новым социально опасным термином, вернее, социально опасным явлением, отсюда термин – дропперство. Дроппер. Что это такое и с чем его едят? Кто это такие? Ну, это как бы явление, скажем, не новое, оно так и начиналось, но в связи с развитием современных технологий перечисления денежных средств за рубеж, оно как бы ушло в тень. Но сейчас с введенными санкциями перечислять денежные средства стало достаточно проблематично. И для этого возник опять новый способ снимания денежных средств с использованием так называемых дропов молодых людей, которые методом заманивают для снятия денежных средств, которые получены мошенническим путем. То есть, дроп – это человек? Человек, да. Человек. Помощник мошенник. Помощник мошенник. То есть, не он придумывает, но он в схеме, он в этой цепочке. Да. То есть, сам мошенник находится чаще всего за пределами Российской Федерации, не в России. А чтобы вывести деньги, полученные незаконным путем из России, ему нужны вот пособники. Это как в наркобизнесе курьер? Ну, по сути, да. Идея та же самая. Та же самая. Так, и что? И какая схема здесь работает? Так, ну, схема простая. Чаще всего люди попадаются на этот вид деятельности, те, которым не хватает денег. Ну, банально. То есть, это студенты, какие-то уязвимые слои населения, безработные люди, которые много кредитов понабирали. Они попадают в интернете, на телеграм-каналах, форумах, площадках на объявления о предложении простой высокооплачиваемой работы. Это работа либо курьер, либо сейчас популярно администратор лотереи, скажем так. Они попадаются на это объявление, откликаются, пишут, узнать условия хотят какие. И там вот ребята, которые нанимают, скажем так, этих дропов, включают все те же самые методы социальной инженерии, угрозы, профессиональные психологи. Обрабатывают молодежь, говорят там, что это безопасно, это законно, ну, обманом, грубо говоря, вводят в эту структуру. И потом, скажем так, ввиду курьера просят либо там перенести с места на место что-то, да, какой-то там конверт запечатанный. Если это администратор лотереи, то просто человек, говорят, даже работа дистанционная сидишь, тебе там на карту пришла сумма денег. И ты якобы ее распределил между победителями, так называемыми. Ну да. И еще, допустим, пример очень актуальный, живой. Человек разместил на площадке объявление о продаже, допустим, шуруповерта, ценил в 10 тысяч рублей. Ему звонит потенциальный покупатель или говорит, я хочу купить у вас этот товар. Просит номер телефона или номер карты для того, чтобы предоплату оставить. И присылает 100 тысяч рублей. Через секунду звонит, говорит, ой, я ошибся, извините, извините, переведите, пожалуйста, 90 тысяч обратно. И называет номер карты. И человек, не задумываясь, переводит, да, там 90 тысяч рублей вот по этому номеру карты. И все. И человек уходит, скажем так, в тень. А оказывается, что те деньги, откуда пришли, и то, куда ушли, это совершенно два разных счета, две разные карты. Здесь каким образом можно себя обезопасить? Это, опять же, какое-то внушение, что не пользоваться, что бесплатный сыр только в мышеловке, объяснять и объяснять, что делать? Ну, опять же, дропов можно разделить на две составные части, разводной и неразводной. То есть, это термин, который говорит, тот, кто идет сознательно, осознает о том, что он совершает преступные деяния. И тот, который, как говорится, вводится в заблуждение мошенниками, и тут разные уже составляющие. Поэтому, если сказать, чтобы не вводиться в заблуждение, нужно проверять, какой вид деятельности, и не вестись на те объявления, которые есть в интернете, обещающие легкого заработка, прибыли, критические... Где опыта не требуется, дистанционная там работа, чаще всего. Но так же не бывает в современном мире. Поймать можно таких людей, которые вот в этой, в середине, скажем так, этой схемы? — Наверное, проще всего это понимать, потому что, как правило, это люди, которые действительно просто используют. Мало примеров, когда люди используют темные, все же тут интерес, скажем так, к зарабатыванию легких денег. Потому что, когда с ними общаешься, это, как правило, молодые действительно люди. И они говорят, что, как правило, это все происходит в Телеграме, соответственно, соответствующие каналы, с соответствующими, скажем так, теневой сегмент интернета, скажем так. Соответственно, как правило, ты разговариваешь с ними, говорят, я не пошел работать с закладчиком, я это страшно, я понимаю, что за это... — Что меня поймают. — Что меня поймают, и срок будет серьезный. А тут вроде как бы, я понимаю прекрасно, что деньги какие-то незаконные, серые, черные, как угодно их можно называть, но понимаю, что они добыты преступным путем. Но тут вроде как бы ничего сложного делать не надо, и как бы поэтому я за легкий заработок, то есть это там, они от полутора до десяти процентов получают за это, с обналичиваемой суммой, скажем так, поступающей на их банковскую карту. Я согласился. Как правило, нужно понимать, что те люди, на чьем ими оформлены банковские карты, так называемые дропы, о том, о чем мы сейчас говорим, люди, как правило, отдают свою банковскую карту третьим людям, их называют просто в народе дроповодами, скажем так. Вот они уже действительно понимают, что они организовывают обналичивание похищенных денежных средств и прекрасно понимают суть их происхождения. Соответственно, их, как правило, привлекают к уголовной ответственности, если будут соответствующие доказательства. — У нас примеры есть уже в сельской области привлечения к ответственности? — Есть примеры, скажем так, есть большое уголовное дело, которое, надеюсь, скоро направится в суд. Не будем в подробности уже вступать, скажем так, но в общей сложности они обманули 173 граждан, но гражданина Российской Федерации. — Ничего себе! — По всей России, да? — По всей России. Да, нужно понимать, что эти люди, как правило, дропы, если уж говорить о каких-то преступлениях, то есть если обманули жителей Тверской области, с большей долей вероятности, дропы и тот человек, где деньги будут обналичены, в Тверской области, конечно же, не живет. Это, как правило, другая часть страны и так далее и тому подобное. То есть это делается для того, чтобы проще было, быстрее было, деньги обналичены. — Но мы сейчас можем заверить жителей Тверского региона, что ловить их научились, наловчились. Схема есть. — Безусловно, конечно. — Противодействие. — Да, тут еще нужно понимать, что есть такие, скажем так, дропы, да, есть те, которые просто банковскую карточку продали за 5000 рублей, да, и им вообще все равно, что с этими деньгами происходит и с этой банковской картой. А есть такие, которые используют, то есть, вот как мы с вами сейчас разговаривали, да, древний такой, скажем так, относительный способ. Алло, бабушка, дедушка, я человека сбил, да, вот. Также поступают звонки из-за рубежа, это достоверный, как бы, известный факт. А денежки у бабушек, у наших дедушек забирают как раз вот мальчики, девочки. — Вот эти уже наши мальчики и девочки. — Как правило, это уже чуть ли не несовершеннолетние, да. Соответственно, они прекрасно понимают суть происхождения денежных средств. То есть, когда плачущая бабушка отдает последние деньги, а ты представляешься, ну, я имею в виду, если ставить себя на место того самого друга, представляешься именем, чужим именем, вот, осуществляешь какие-то меры конспирации, которые тебе кураторы подсказали в Телеграм-канале. Соответственно, не понимать, что ты занимаешься обналичиванием похищенных денежных средств, ну, невозможно. — Кстати, Центробанка, что вообще может противостоять? — На данный момент, наверное, наша задача как раз именно вести разъяснительную работу с молодым поколением, оказывать то, какие риски несет эта деятельность. И вот у нас Александр этим занимается. Сейчас мы проводим мероприятия в учебных заведениях, и даже опираясь на их информацию, именно пошли в то учебное заведение, которое были представители замечательных. — А, да, вот именно где были, потому что это же распространяется информация среди школьников тех же самых. И вот примеры, тут Александр занимается у нас практически. — По школам? — Ну да, я с начала года, я вот сейчас занялся колледжами тверскими, ну и когда осуществляются какие-то комплексные выезды, отделения в область в том числе, тоже принимаю участие, езжу по школам, по средним учебным заведениям, по вузам, ну, по мере возможности стараюсь как можно больше детей, скажем так, просветить в этом направлении. — Ну, вообще, с интересом воспринимают информацию? Какие-то вопросы или, может быть, что-то выявляется, может быть, вы, может быть, даже что-то пресекли, скажем так? — Нет, динамика вот с одной стороны вроде бы хорошая, а с другой — плохая. В начале года никто вообще не знал про такое слово, когда начинал лекцию, все хлопали глазками, не знаю. Сейчас уже в этом квартале я прихожу, уже процентов пять людей молодых говорят, да, слышали, кто-то видел. То есть это лишний знак того, что, ну, скорее всего, это целевая аудитория как раз-таки под самым ярким, яростным ударом. Если люди уже вот настолько начинают, скажем так, об этом узнавать, значит, видят какую-то рекламу, видят какие-то, да, вот объявления вот о работе. И стараемся убедить их, что это небезопасно, и за это можно получить реальное наказание. — Пресечь каким-нибудь образом вот такие предположительно-мошеннические операции сейчас есть, у банка такая возможность? — В данный момент центральным банком накапливается оперативная информация, получаемая от кредитных организаций о совершенных мнимых операциях, собирается информация о тех средствах, которые собирались с использованием, каких карт, каких телефонов это накапливается, она имеет название Финцерт. Данная информация предоставляется правоохранительным органам в данный момент, и с лета этого года, если будет установлено, что проведена операция по тем реквизитам, которые находятся в базе центрального банка, Финцерт, то банки будут обязаны возвернуть денежные средства пострадавшему. — Вот у меня написано, 25 июля 2024 года банки будут обязаны блокировать дроппером доступащих. — И дроппер в этих же условиях, да, если будет выявлено, по, там два случая, по информации МВД в обязательном порядке, должны быть по информациям от кредитных организаций, кредитная организация будет иметь право. А вот если нам наши коллеги скажут о том, что вот есть такая информация, кредитные организации должны будут блокировать в обязательном порядке. — И также с июля будет еще введен двухдневный режим охлаждения, скажем так. — Чтобы человек подумал. — Да, то есть если денежные средства будут переводиться на счет, который уже находится в базе данных Банка России, то банк обязан приостановить ход этому платежу на два дня, чтобы человек мог переварить еще разочек, подумать. — А вообще вот эта вот так называемая переварка информации, она здесь помогает, да? — Безусловно, это самый важный, наверное, момент во всем, скажем так. Чтобы тот времени, чтобы человек одумался, когда человек может разорвать контакт с давлением, показывая на него мошенник психологически, которому под давлением ему говорят в ограниченное время те угрозы, ты можешь потерять деньги, либо уголовное дело на тебя давит, никому не давай общаться, потому что вокруг находятся враги, которые тебя неправильно проинформируют. И обязательная задача — либо спасти своего человека, либо спасти денежные средства, либо не дать возможность взять кредиты на себя. И человек под таким психологическим давлением выполняет действия, нужные мошенникам. Но если удается ему разорвать этот конфликт, обратиться к ближнему кругу, кому-то еще профессионалу, тогда больше шансов, что эта операция не произойдет. Наверное, так. Скать, мы раньше говорили, и не устаю повторять, что если раньше чаще всего на уловки мошенников попадались люди уже преклонного возраста, то теперь и молодые, и с высшим образованием, и уже имеющие большой жизненный опыт, тем не менее, тоже попадаются. Ну, сейчас, в настоящее время, это абсолютно неважно, на самом-то деле. Происхождение, возраст, образование, место работы, это абсолютно неважно. К этому, смотря на наших потерпевших, это люди абсолютно любого возраста, скажем так. Воспитание и заработка, в смысле достатка, и так далее, и так далее. То есть тут нужно понимать, что, может быть, психологический какой-то портрет, то есть психологически, если человек может выстоять, то тому, о чем говорили, тому натиску, которому противопоставляют мошенники, то тогда с большей долей вероятности он, конечно же, не станет потерпевшим. А если сломается что-то, то есть человек как бы даст слабину, то с большей долей вероятности он перечислит эти деньги на те счета, которые ему укажут в злоу машины. Сломается это в желании сохранить накопленные годами материальные средства. Здесь то же самое, как скопить домок, чтобы никуда не пропало. Но это естественное желание каждого человека. Безусловно. Но опять же, тут же нужно понимать, что используются различные инфоповоды. То есть не только то, что ваш счет сейчас заблокирован, там с него пытаются мошенники снять деньги, но и то, что, может быть, с вашего счета сейчас деятельность ВСУ спонсируется, и у вас сейчас приедут сотрудники правоохранительных органов, и вообще вы сейчас в тюрьму сядете. А для этого, чтобы этого не случилось, нужно поучаствовать в специальной операции. Это я говорю так, как говорят мошенники. Как говорят они. Да. И потом человек, находясь в стрессовой ситуации, очень сильно переживая за свою судьбу, опять же, ну и за свои деньги в том числе, делает именно те действия, совершая те действия, которым и говорят мошенники. Вы, уважаемые представители Центробанка, сказали, что посещаете школу, беседуете глаза в глаза. Какие-то рекомендации еще есть, издаете? Может быть, и у себя на сайте, может быть, брошюру, что-то. Хотя я не знаю, насколько это помогает. Ну вот начали эти, эту работу, как раз-таки, только с этого года, в плане именно противодействия. Я бы сказал бы с дропами. Именно с дропами. Именно с дропами. Именно с дропами, да. Мы начали в этом году. Брошюру мы, я думаю, что разработаем обязательно. И лекцию хотим тоже в видео, скажем так, формат записать, скажем так, да, чтобы... Может быть, даже на уроках вот крутить в школах. Да, ну, то, что съездить в каждую школу, там... Ну, это физически просто невозможно иногда. Времени невозможно, а время не ждет. Поэтому хотим как можно больше расширить. На сайте Банка России есть раздел «Финкульт», на котором все современные средства показывают для молодежи, именно для изучения, которое позволяет познакомиться с методами, как противостоять. Целый раздел, размещенный. Уроки, центральные уроки. То есть это ведется работа постоянно. Ну, во всяком случае, а мы тут тоже вносим свою лепту, лишний раз сказать тоже, возможно, кто-то услышит что-то, что-то помедлит себя. Еще раз, Центробанк, звоните в Центробанк, говорят, мы звоним, вот, да, мошенники от имени Центробанка. Может быть такое? Сотрудники Центробанка не взаимодействуются с простыми гражданами, поэтому никогда вам не раздастся звонок от реального работника Центробанка. Это нужно взять как априори, потому что мы не взаимодействуем с гражданами напрямую. Операция, ой, операция в нашу оговорку по Фрейду. Программа подходит к концу. Что нужно еще раз, Саш, помнить, чтобы не попасть... Каждый день ведь фиксируются такие преступления? Каждый день и очень много. И очень много. И большую часть, скажем так, вообще, в принципе, это 40% то, о чем мы сейчас с вами говорим, от всей преступности, какая только есть на сегодняшний момент. И эта цифра продолжает расти, и количество зарегистрированных мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-телекомендиционных технологий, то есть о чем мы с вами разговариваем, уже на 47 или 48%, уже выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Итак, давайте, уважаемые друзья, все вместе. Пункт первый. Не стрессовать. Сохранить спокойствие. Сохранить спокойствие. Если чувствуется, что вам неспокойно, отдышитесь, позвоните родственнику, пообщайтесь. Прервайте, прервайте разговор. Да, не надо вот эти вот полчаса, минут 40, которые ты можешь понять. Сразу прерывайте. Если необходимость, дойди, дойди до этого банка. Позвони в эту организацию, обратись в правоохранительный орган, обратись в Центробанк. Сам перезвони в кредитную организацию, сам возьми, обязательно. Так, пункт третий. Не передавайте никакие данные, которые приходят СМСкой. Персональные данные. Персональные данные. Коды из СМС. Не переходить по этим ссылкам, которые могут привезти на сайты, созданные специальные мошенники, где вам предложатся оплатить или что-то сделать. Не переходим, не выполняем их указания. Уважаемые друзья, сейчас реальная война на этом фронте. Поэтому, если стали вы жертвой, что делать, Саша? Обратиться в правоохранительные органы. Сразу звонить в полицию? Да, сразу обратиться в полицию. Блокировать как-то карты надо? Да, обязательно. Сразу позвонить в банк, чтобы заблокировали карту, да? Можно это сделать через приложение своего банковского обслуживания дистанционное. Заблокировать все, и потом позвонить в банк, еще раз проверить, что все заблокировали. И бежать обращаться в полицию. И бежать в полицию. Уважаемые друзья, вот сейчас мы с вами убедились, специалисты говорят, нету тех, кто может, вернее, есть те, кто может противостоять. Но не надо испытывать судьбу, наверное. Не надо. Прекращайте разговор. Будьте хладнокровнее, пожалуйста. Если есть пожилые люди, каким-то образом, да? Надо не то, что предупредить, каким-то образом уберечь. Беседовать, беседовать с старшим поколением, иногда, может быть, ограничить их в онлайне банкинге, есть такая возможность запрета, брать онлайн кредиты, наверное, и проводить беседу, наверное, больше никак. И с молодым поколением тоже проводить беседу, рассказывать о том, что отдать ей свою карту банку, это можно подорвать свое будущее, я бы сказал. Спасибо огромное, друзья, за наш, я надеюсь, очень полезный разговор для жителей Верхневолжья. Удачи вам, и, уважаемые земляки, будьте бдительнее, пожалуйста. Нас могут каждый день обмануть, и по несколько раз. Спасибо. До свидания. До свидания.